так смотрите что получилось сейчас мы через несколько минут мы я вам расскажу сравнение не нашу пользу опять финские сорта то есть финские саженцы мы с вами создали пять фильмов шестой уже лежит в резерве чтобы не надоедать пока в резерве но я сейчас скажу о двух сегодняшних событиях первое я как бы на днях выпустил фильм и там есть название такие слова нормальные герои всегда идут в обход я обещал человеку который очень-очень непубличный ничего не говорить откуда кто чего вот но 10 тысяч он мне прислал она прислала вот близкой грунтовой воды и я сделал фильм где получается рассказал что и как предстоит и кое-что на прошлом вебинаре друзья тоже вспомните это же вопрос кого задали этом коротко коротко на него ответил и сейчас почему фильм то никто не отменял он есть на канале соля тебя начну повторять фильм а там же фотографии вот значит я скажу только саму идею и так чек прислать здесь просит на мое усмотрение ну подучить само собой фильм был сделан еще пять фильмов я не знаю посылал или нет вот они есть у меня и на сайте могу любому выслать еще хочу помните как называется вот лучший сад подмосковья и 5 серий то есть я сидел все что мог лучше никто никогда в мире не повторить я близко грунтовой воды вот вы знаете что только я один делю не так как делят это самое что вовсе растет вот так слива венгерка растет вот так а его надо вот так вот то это так образно дурь собачья но об этом авторы не знают а то есть какие-то тонкости одни из главных тонкости это форма кроны такая или такая принципиально я коротко коротко еще груш такая это принципиально бывают случаи когда они все-таки другие но то привитое а привитое дерево это вот вы так я уже не знаю как показать а сенцево ну такое и у сенцево дерево есть центральный стержень корень у груши а яблоня для более сухих мест и где ближе с грунтовой воды она может и так хочешь яблони садим подвойной яблони и только на культурные я проверял на сибирь как не идут а потом на культурные яблони культурная груша фотографии еще показывал все рассказывал вот раз и так яблони груши есть начинаем с яблони в подвоем а я человеку выслал по моему что-то штук 250 я выслал сибирки оккультуренные ранятки одичавшие ранятки культурные это первый этап а второй этап потом на нее и яблони привить но вот эти вот мои роскошные желательно мои но можно и на месте достать где-нибудь потому что яблони легко садятся на эти на те же самые ранятки где почему по всей россии вот и уже яблони груши есть но подчеркиваю по двое только яблони а что же я вышлю то по двое ранятки одичавшие ранятки и оккультуренные сибирки вот раз вот человек мне в ответ пишет ну типа того что вот прислали мне гнилые эти гнилые полгнилые плоды которые прислал а это не одна штука там несколько это выгодно раз во вторых это есть уважаемая как ее назвать но все-таки знаете как после обидного письма я не успел ответить а растерялся за давление приходит второе письмо я все-таки считаю вас своим учителем ля-ля-ля а я взял и выслал и тоже письмо второе я растерялся деньги вернуть обратно вот но мне тогда никогда сада не будет потому что второй этап же это моего сынки а у меня то уже совместимость и вот дальше я рассказываю вышли во вторую посылку а второе будет такая как она хотела побольше абрикосов которые у нее сгниют принципиально выше побольше этих самых груш которые имеют штамбу этот что я я это кажется мы бедное но гордое и теперь слива я его словом зачем мне столько слив господи это не просто сливы эти китайки они попали то они сами по себе шедевры сейчас я вас от это отвлеку смотрите как вот вот современный мир современный мир мошенничество смотрите видите я это я не умею отсюда переносить на компьютер вот приятель сады савиньич мы все перенесем а пока она у меня грамоте меня вот видите и здесь мне красиво и здесь это реклама вот они 600 рублей вот они этот человек должен купить и у него будет причем непонятно привет они при но у него будет 120 граммов оплаты и меня человек спрашивает а это правда или нет есть такие плоды я с такими не встречался может быть где-то на юге китая селекция довела до 120 грамм не исключаю но то что у него вот этот 120 граммов может быть может нет допустим автор вот этого который меня попросил ответить он я всем говорю он должен быть ответить то есть вопрос задать не мне вот если он слушает меня если он пришлет мне ссылку на эту как называть на эту на эту на эту каталог на этот сайт который 120 граммов там можно разобраться но пока говорю любой из вас который видит вот такие шедевры но может быть это никакой не шедевр понимаете может это алипа почему не 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 веришь от 120 граммов тем не менее те же вопросы откуда дровишки значит и где маточный сад почему опять один плод а где сразу как у железова 1000 плодов да еще вот таких вот нету есть можно ли приехать с тазиками сразу получите вот вам тазиками а сейчас а в пяти километрах у нас этот с этого белый яр расположен от питомника где продаются якобы вот такие же шедевры это под обокадом под минусинском вот 20 километрах а ездить запрещают говорят приезжай высылайте мы присылайте деньги моего в общем попозже а вы знаете как я я не шучу поверьте это все очень важно и меня чтоб не обижались и так есть курагинский район вот раньше шушенского района вот она граница до курагинского ездили на лошадях время лошади отменили может быть даже после в 19 веке на лошадях может быть да отменили вот я отправляю курагинский район еще раз питомник шушенском рядом через енисея еще если напрямую километром восемь живу я в этой почте значит меня берут 600 примерно 650 рублей так я иду на почту еще раз говорю на лошадях ездили она так куда и вот такие вещи происходят а тут 20 километров запрещают приехать купить живьем а у вас сергей это его праздник когда приезжает живем и он копает не надо мучиться с этим посылками значит когда человек говорит пяти километров живете все равно попасться а вы скажете я живу пяти тогда вы и понимаете с кем имеете дело вот короткий инсультаж теперь плавно перехожу отсюда вот это супер читайте вот судя по листьям грамм 30-40 а так-то это китайки я перехожу к ее китайкам не боятся сырости полтора-два метра будут давать плоды шикарные разы бывают с горчинкой так и они же служат по двойме для внимания вот таких вот слив на это на следующий год но уже эти если их не плевать уже проблема близких грунтовых вод и слив в огромном количестве десятках сотнях ведер я же не мелочился как я не помню сколько там куча вышла она сама это них много других ничего и получится так друзья что она решит проблему слив даже с первого поколения даже не не выписывая у меня потом вот эти сливы типа сувенир востока стартовых вот эту роскошь даже не выписать вот я она сказала сами решать я решил за нее теперь персики можно найти клевать прекрасно у меня фотографии персики выше крыши это значит не укрываю и вот на эти китайских сливах раз абрикосы а уже тенденция уже на сливы которые называя китайки можно они с у самым расстройки в мире да где-то мелькала цифра 53 градуса ну ну наверное 50 уж точно есть и на них привели например ринклоды хорошо пойдут круглоголовый на круглоголовый это ребята коллекция читаю ну пусть там руками махаю меня возбудило это все и потом следующий момент хотел два слова сказать уже 10 минут так и следующий момент венгерки спасибо чернобаеву обнаглел до того что у него все опыта положительная выражает сумасшедшая венгерка на абрикосе тогда я делаю так если венгерка на абрикосе я ей предложил предлагаю абрикос на венгерке поняли но абрикос это это сам по себе абрикос гнет если его посадить косточки и я выслал косточки абрикосов но поменьше получил обиду страшно вот выше больше выше много выше вот честное слово и получилось так персики и так имея сливы можно персики еще плюс иметь можно иметь абрикосы и есть еще добавить волчное вишню которое корни тоже небольшое вишня это полу кустарник вот все скажите что я не вспомнил а вишни еще есть эти мы их там бывают а я тоже выслал они они не боятся эти сырости их можно вырасти даже если вот столько до воды представляете вот то есть но и вот когда она мне обидное письмо прислала я расстроился у меня сразу давление давай давай вот все завтра выпью это покупаю чертов этот прибор по измерению давления вот уже отступать некуда позавчера лежал подыхал и убился смысле и вот получается что полная номенклатура имеется но если год еще прибавить когда я вышлю черенки а если я не доживу я чё зря что ли это хотите анекдот мне брат выписал этот выписал мне глюкометр а я пришел на почту получать его нашу то есть пошло как там по интернету заказ пошел и говорю дайте мне алкоголь алкоголь метров то есть я уже начал заговариваться но видели бы глаза работника пости когда искал алка алкометр так все это было шутка правда и вот что получается а если не доживу и тогда получается так но ранетки они не станут вкусными а если хопылили вот эти может быть будет полкультурки но это непредсказуемо так и но вот слива будут нормально вишни будут нормально и вишни в общем я не думаю что она выбросила 10 тысяч но я высшую вторую посылку принципиально высылаю абрикосы и груши которые она меня обвинила что я их не вышла там а и может быть это судьба может быть она найдет другую где три четыре пять метров может быть она вторую посылку не станет гробить то есть привать там где до воды вот столько понимаете вот такой длинный разговор ну понимаете он повторяется мне каждый день фактически а я устал я теперь знаете как вот мой брат юрий железов он возьмет этот кусочек вырежет мы сейчас дальше пойдем вырезать кусочек и на это для близких грунтовых вот что-нибудь такое или скобка нормальные герои сюда этот подход но все я если она меня слышит я думаю уже так обижаться не будет но откуда я знал что полугнилые ранетки полугнилые одичавшие ранетки ценнейшая в мире вещь и вдруг я буду восприниматься с обидой специально высылаю чтобы это без культуры и и и Продолжение следует...